Самые привычные для нас светофоры это красный, жёлтый и зелёный. Подобные одинаковые светофоры стоят практически во всём мире. А вот в Японии вместо зелёного сигнала на светофоре обычно светит синий сигнал. Так как так получилось? Давайте подробнее разберёмся в этом вопросе. Даже сегодня в Японии вы можете купить некоторые вещи или же предметы, которые имеют зелёный цвет, но по обозначению, например на упаковке, такой предмет будет указан как синий. Такая же ситуация и с некоторыми фруктами. Продавец вполне серьёзно может предложить вам яблоко синего цвета, но на самом деле яблоко будет зелёное или же красное. Подобная ситуация с синим бамбуком, который на деле совершенно другого цвета и вида. Вот поэтому же алгоритму и произошла неразбериха с японскими светофорами на улицах. Так а что же случилось со светофорами? Когда-то давно, когда в Японии только начали появляться светофоры, они светили стандартными цветами. То есть разрешающий сигнал это зелёный. Но несмотря на это, практически во всей японской документации и даже в учебниках правил дорожного движения, разрешающий сигнал светофора обозначался как АО, что в переводе означает как синий. Причём во всех мировых уставах было указано, что цвет, обозначающий команду вперёд, должен быть исключительно ярко-салатовым. Вмешались учёные-лингвисты из Японии, которые встали в противовес и отказались от стандарта и обозначения зелёного цвета во всех документах. Вмешалось государство, которому ничего не оставалось, как найти дипломатичный выход из сложившейся ситуации. Так, в 70-х годах всеобщим решением было принято, что сами круги на светофоре будут иметь зелёный свет, но с ярким синим оттенком, чтобы хотя бы как-то синее обозначение в документации оправдывалось вживую. И несмотря на то, что по факту всем кажется, что у японцев синие дорожные знаки, государство будет вас убеждать в том, что это очевидный ярко-салатовый цвет. Вот такие вот дела, друзья. А на этом всё, пока.